шалом моисей строит еврейский народ как огромный социум огромную компанию из разрозненных колен он делает одно общее войско они так и называются цивотошем армии всевышнего но были люди которые не просто были не согласны с мышей но и шли против него корах поднимает восстание против него и они уходят в землю в забытье многие восставали против закона в бога и выходили в шаббат и собирали разные хворост и так далее тем самым подставляли себя под удар но были примеры разногласий которые завершались мирным соглашением два колена гад и рувен приблизившись земле израиля предлагает муше чтобы они остались по эту сторону иордана то есть все пойдут туда завладеют землею а они останутся здесь потому что здесь прекрасный пастбище и благоприятный климат для скотоводства муше вначале возмутился и говорит как ваши братья пойдут воевать захватывать землю а вы останетесь тут они говорят нет мы оставим здесь отряд охраны они будут охранять наших женщин детей разобьем здесь лагеря построим здесь города но мы как воины пойдем с вами более того мы пойдем впереди как десант как спецназ и вот муше благословляет их и говорит стройте ваши города загоны для ваших овец для скота и то что уста ваши пообещали пусть исполнит мы здесь видим прекрасный пример когда ты построил какую-то общину или построил какую-то фирму какую-то компанию и в течение времени есть люди которые хотят отделиться от тебя хотят построить что-то свое они хотят продвигаться вперед они хотят реализовать какие-то свои планы они чувствуют что они переросли вот эту организацию они хотят поднять планочку не хотят построить что-то свое у них масса не реализованных желаний и тут с одной стороны мы полны разочарования боли чувство какой-то неблагодарности по отношению к нам с другой стороны мы вспоминаем уже такого полюбовное решение вопроса муше ну во первых эти люди они не предатели они не передали кому-то информацию они не используют ваш ресурс они не опускают вас не воюют против вас они просто хотят идти дальше эти люди не враги и здесь нужно поступить как поступил ваши нужно благословить этих людей нужно дать им на путьстве и даже быть с ними на связи потом и поверьте это только принесет хорошие результаты мы не можем гарантировать постоянный успех может быть завтра мы захотим продать нашу фирму может быть мы захотим увеличить ее может быть те люди которые вышли от нас добьются многого и будут инвестировать в нашу компанию завтра они будут рассказывать о прекрасных людях которые работают у вас о прекрасных менеджерах и самое главное о том кто руководит вашей компанией в жизни когда мы расстаемся с кем-то конечно первичное чувство это боль но с другой стороны всегда нужно расставаться полюбовно мирно с благословением всевышнего шалом шалом а